38. Эстер Стеббинс к Герберту Вессу. Стэнфордский университет, 15 декабря 1900 года. 39. Пережито и кончено. Будет так, как я сказала вчера вечером. Герберт, у вас нет оснований для гнева. Поверьте мне и не сердитесь. Я не могу поступить иначе. Вы не изменились, но моя вера в вас поколеблена и я не могу притворяться счастливой, не чувствуя себя счастливой. 40. Но мне смешно, мой дорогой. Смешно при мысли, что может показаться, будто я хочу вырваться от вас. 41. Любили ли вы меня когда-нибудь? То утро, озаренное солнечным сиянием, когда вы взяли мою руку и просили меня быть вашей женой, кажется далеким прошлым. Я должна была понять, вина вся на моей стороне. Я должна была знать, что вы меня не любите. 42. И вместо того, чтобы почувствовать себя счастливой, должна была преисполниться гневом и стыдом. Вина всецела на моей стороне. 43. Вчера вечером, пока вы говорили, я стояла у окна, удивляясь, почему вы так волнуетесь. Я была спокойна. С той минуты, как я поняла, что мой отказ не поразит вас глубоко, я успокоилась. 44. В крайнем случае, он разочарует человека, вполне довольного и удовлетворенного собой. 44. Боже, как у женщин хватает мужества отнимать у мужчин, любящих их, ту любовь, которая была дана им. 45. Но это не было моим уделом. 46. Прощайте, Герберт. Давайте думать друг о друге спокойно. Потому что мы долго поддерживали друг друга в жизни. 47. Прощайте, дорогой. Всегда ваш друг Эстер Стеббинс. 48. Продолжение следует...